Привет, ребята, я здесь, чтобы рассказать вам о моих снах о восхищении и видениях всем братьям и сестрам. То, что со мной происходило, это просто целая история. Я ничего не выдумываю, но хочу распространить это. Какой-то период я проходил через много страданий своей жизни, и я был полностью разбит на куски. И в этот момент Бог пришел ко мне, и я услышал голос, очень ясно. Так, как будто он сидел рядом со мной. Он сказал, я люблю тебя, Маркус, и я заплакал. И затем он продолжал говорить, он сказал, я скоро приду. Скоро, это значит скоро. И потом, когда я засыпал, я увидел своего дедушку, который уже скончался. Рядом с ним я видел Господа, и Господь говорил ему тоже, я приду очень скоро. Далее, мне яснился сон о восхищении. В котором меня унесло в небо. Во мне было полное чувство спокойствия. Такое же спокойствие я чувствовал в жизни, когда Бог пришел ко мне в тяжелый момент моего психологического срыва. Этот покой буквально охватил меня. Это было очень здорово. Так же во сне я видел облака, из которых выходили ангелы. Еще у меня был и другой сон. Я видел ангелов, и я видел какую-то гуманоидную форму. Они стреляли по земле с неба, а потом нас просто засосало. Вы знаете, у меня были внутренние проблемы, какие-то панические сильные атаки. И в этот период жизни я также видел сон, и я увидел Бога. И я спросил его, попаду ли я в рай. И он сказал, да. Это реально происходило со мной, и я все это видел. Бог присматривает за мной. Еще мне снился сон, где я видел демонов, и они шли на меня. Но я услышал Божий голос. Он с гневом кричал на них. Убирайтесь отсюда. И они сбежали. Я в прямом смысле имею в виду, что они бежали, только пятки сверкали. Послушайте меня. Мое сообщение в том, братья и сестры, что этот мир, он полон греха. У нас куча средств массовой информации, которые нам лгут, думая, что они могут манипулировать нами. У нас очень много партий там, наверху, которые пытаются в значительной степени внедрить идеи в наши умы. Это доходит до какого-то смеха. Они порабощают нас ложью. Сейчас, с простым прикосновением к телефону, я имею в виду, что СМИ сейчас очень легко контролируют нас, и люди больше не думают своими головами сами. Ребята, Господь очень скоро возвращается. Мы достигли такого якобы прогресса и технологий, когда все встало под контролем, и нами манипулируют просто одним нажатием кнопки. И поэтому я думаю, что Бог скоро вернется. Люди давно нарушают его законы. Это мир монополии, где ложь лежит на лжи. Это совершенно нелепо. И Господь сказал, что будут войны и слухи о войнах, что сейчас и происходит. Посмотри на эти беспорядки на улицах. Люди верят этой лжи. Будут эпидемии, у нас уже есть этот коронавирус. Уже очень много чего происходит. Все эти предупреждения Господа, вулканы и землетрясения, все взрывается. Вплоть до Тихого океана, где это все так же взрывается, как атомная бомба. Братья и сестры, все, что я говорю, это то, что Бог скоро придет в этот мир, в полном греха. Но мы будем забраны, мы будем увлечены Его светом. Молитесь за своих близких, молитесь за свои семьи, молитесь за сотрудников, молитесь за всех. Старайтесь спасти как можно больше людей. Не позволяйте социальному паразитизму влиять на ваш рассудок, как это случилось со мной. Потому что в какой-то момент все это меня настолько сбивало с толку, что я не мог понять настоящую реальность. Я был хорошим слугой Бога, но в какой-то момент это оказалось тяжестью для меня. Поэтому, пожалуйста, вы несите свой факел до конца. Я люблю вас всех во имя Иисуса. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok